МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вечер понедельника, а значит, на главном телеканале Якутии еженедельная информационно-аналитическая авторская программа считаю важным. Программа, в которой мы опровергаем пословицу «Утро вечера мудренее». Вы уже знаете, что я всегда готовлю такие эпиграфы к каждой части нашей программы. Вот к первой части эпиграф из Юлия Кима. Театр, театр, как много значат для нас порой твои слова. И разве может быть иначе? В театре жизнь всегда права. Сегодня Международный день театра. Я поздравляю с этим праздником не только сопричастных этому искусству, но и всех жителей республики Саха-Якутия. Говорим о театре. Здравствуйте, господа. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Буду представлять вас, собственно говоря, по мере действия нашего. Завершается фестиваль, он же конкурс «Желанный берег». Союз театральных деятелей Якутии. Сегодня в День театра. Спасибо вам, что вы приехали. Я знаю, о чем я говорю. Кто-нибудь что-нибудь отхватил? Кого-нибудь с чем-нибудь поздравлять? На самом деле, почему мы, собственно, и задержались. Буквально несколько минут назад актер нашего театра получил номинацию за мужскую роль второго плана. Михаил Мамлеев за роль спектакль «Галадранцы и аристократы». «Галадранцы и аристократы». Скорпетта, да? Штунг там. Кого у нас там играл-то? Величий Шашамока. Величий Шашамока, точно. Вот, да. Ну, кстати, вот как раз они, два актера работают на паре в течение всего спектакля. Я подключаюсь уже позже. Миша молодец, Миша молодец. Сегодня прям весь зал вот так вот аплодировал. Да, и действительно, то, что это очень достойная работа. И самое, что радостное именно в этой номинации, то, что мы ее получили, это то, что наконец-то роли комические, комедийные стали оцениваться. Да, это здорово. Это же большой труд. Потому что ведь... Не каждый может согласен. Да, ни для кого не секрет, что именно вот комедию играть нужно как раз так, чтобы... Еще уметь, чтобы зритель тебя поверил. Да, да, да. Микрофон. То есть это гораздо сложнее. Ну вот мы не на петличках, кто нас видит, да? Вот с этим микрофоном, потому что мы только буквально влетели, поэтому... Руслан, Саха-театр тоже был номинирован, да? Мы, правда, не знаем, что там происходит. Там сейчас еще много номинаций, как раз сейчас идут награждения. Но то, что мы успели, сколько за пять минут до того, вот мы и говорим буквально. Руслан, скажите, пожалуйста, какими спектаклями номинирован Саха-театр? Ну, от нас номинирован «Пробуждение» Сергея Потапова. А вы «Ревизоры» же взяли! Ревизоры же взяли. Начало тоже есть. За лучшую роль второго плана женскую Саха театр уже получил спектакль «Ревизор». Мы уже уходили, и пришло вручение. Мария Антоновна, по-моему, да? За Марией Антоновной. Давайте такой вопрос задам, собственно говоря, в продолжение разговора. А вы смотрите спектакли других театров? Ну вот, допустим, если говорить о Саха театре, ну, не русского, скажем так, вот приезжала Нюрба, да? Да, давала в вашем театре? Нет, не в нашем. А, это в вашем как раз. То есть вы смотрели ли Нюрбинский «Шинель», Нюрбинский спектакль? Ну. А вы смотрели ли театр Измирного? У нас театр Измирного был, да. Как раз показывали «Балаган», нашумевшую пьесу. Причем это пьеса как раз о кухне театральной. Актерской кухне. Актерской кухне, да, да. Что происходит за Кулинистом. Ну, вообще, это полностью. В сфере театра вообще как-то происходит, что это такое, да, все перипетии. Это как раз вот «Балаган» был. А затем спасти Камерюнкера Пушкина, да. Пушкина, да. Тоже очень хорошая, достойная работа. Ну, честно скажем, да, ведь фестиваль для чего и делается, да. Для чего происходит. Для того, чтобы посмотреть. В первую очередь, это общение, да. Это знакомство, это возможность показать уровень или наоборот понять, что ты еще далек до того уровня, когда нужно идти на фестиваль, да. Это очень здорово, то, что у нас в республике есть разноплановые актеры, есть очень хорошие режиссеры, да. И разные театры, в том числе, потому что есть что сравнивать. Действительно. И театры из разных городов. Самое лучшее, это то, что существует здоровая конкуренция профессиональная. То есть это не какие-то вот такие поздние пакости, интриги, да, а настоящая, рабочая такая конкуренция. Это здорово. Ребята действительно подходят, даже с мирницами мы общались, они подходят и говорят, и благодарят. Никогда же актер не скажет, ну, скажет, ну, спасибо, ну, хорошо. А когда подходят, искренне говорят, ребят, спасибо, от души насмеялись, так он сразу спасибо большое. Наверное, это видно сразу, когда человек просто в качестве дежурной похвалы это высказывает. Абсолютно, конечно. Ну, либо лестность, либо это же не подкупно. Тем более для нас, для актеров, да. Это сразу видно, как говорится, белыми нитками на черном бархате. Ну, как это театры? Вообще, у нас очень... Театр, театр, это храм, 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 и нет актера, да? Вот именно. У нас, эта неделя, да не только у нас, вот и у Саха театра, очень насыщенная. Действительно, эта неделя, она полна показами разных спектаклей. Тут буквально два дня подряд театр из Сторни, да, показывал работу Сергея Паданова. Да, 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 оборотень, да, и очень хорошо все это прошло. У нас, в свою очередь, помимо Мирницкого театра, еще был приезд гениального ведущего артиста из театра, Московского академического театра Евгения Вахтангова. Евгения Князева. Евгения Князева, да. То есть, я просто вообще горд, что у нас в Якутске, в нашей республике... Бурная, хорошая театральная жизнь. Отлично. То есть, вон ты и делаешь. Отлично. Можно позавидовать. Вы сами выезжаете на гастроли или по республике, как часто... Обязательно. Руслан, вы недавно были совсем. Ну, недавно, да, приехали из гастролей. В трех улусах три бригады было. Вот в Верхневлюйском, Вилюйском улусе, это самые крайние деревни охватили. И еще одна бригада в Амгинском улусе полностью, Амгинский улус обслуживал. И третья бригада в Булунском улусе, в море Лаптевых съездил. И там 40 лет в одной деревне, в Таймулюре, там 40 лет не было театра. У нас на мониторе. Вот фрагменты. Пёс, бегущий. Легендарный спектакль наш. Айтматов. Это легендарный спектакль сахар-театра. Ну, собственно говоря, и его именем, и названным фестивалем. Как принимали в районах театра? Там в Булунском улусе, например, я вот говорил, 40 лет театра не было там. В Булунском улусе. Ни один. Ни один театр вообще. И вот одна наша актриса, Ильяна Павлова, моя однокурсница, она родом из Булунского улуса, из села Таймулыр. Вот она там туда съездила со своей бригадой. И ее приветствовали, восхищались. Вот там двумя спектаклями ездили. Нашего классика, анимподиста Сафронова. Тина жизни. И один вот Чехов. Пьес Чехова предложение и юбилей. Ну и концертная программа. И вот зрители очень довольны. И вот некоторые впервые видят, что такое театр. Там такие красивые костюмы, игру актеров. Как по-другому все там свет ставится или декорации. Все они по-новому впервые в жизни видят. И восхищение. Есть же такое театр. Слушайте, практически всегда, наверное, в труппе должен находиться артист из того района, в который вы приехали. Ну, знаете, в самом деле это здорово, если такое происходит. Такие и имеются. Но не всегда. Вот хорошо. Ну, все-таки у нас театр, у им-то прочего. Да, 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 безусловно. А у нас как раз и сложнее. Поэтому, ну, у нас с Олегминска, с Покровска, с Нейрингой. Да, но у нас, опять же, несколько иная аудитория. У нас это связано с тем, что мы можем показывать только на сцене. Именно потому что у нас есть спектакли, они, как правило, массовые. И есть куча моментов, чисто технически, которые, ну, к сожалению, мы не на любой площадке можем работать. Вот. И если у нас гастрон случается, да, у нашего театра, то они очень долго готовятся. Они готовятся за полтора-два года до того, как нам поехать. Это проводится работа и с администрацией на местах, да. Это отрабатывается и транспортная схема, да. Потому что, естественно, если мы едем, то мы везем и декорации, и реквизиты, костюмы и так далее. И, естественно, что если у нас выезд, то это как минимум, ну, человек от 20 и выше. Безусловно. На выезд, да, да. Это вообще не имеет. Поэтому, конечно, это требует... Это дочка капитанская. Вот капитанская. Вот как раз капитанская дочка. Да, да, где занят фактически каждый актер театра, да. И это работа нашего духовного лидера, да, нашего гуру, нашего маэстро на самом деле. Я сколько раз будете спрашивать, буду говорить об этом Андрея Исаевича Бориса, потому что... Ну, мне кажется, вы все трое можете под этим подразумевать. Это можно просто... На сегодняшний день, действительно, это личность, и надо отдать должное, которая действительно сумела поднять культуру, искусство в республике на довольно-таки высокую грань. Серьезный вопрос. Парочка серьезных вопросов. Без них не обойтись. Понимаю, что настроение правильное. Тем не менее. Василий Белов. Театральное размышление, правда, датировано 1982 год. Между тем, многие режиссеры все чаще жалуются на актерскую тупость. Провоцировать будут. Но позвольте, чего же ждать от актера, если режиссер то и дело вгоняет его в прокрустово ложе собственного видения, собственного замысла. Он как бы говорит актеру, перевоплощайся дома с женой, импровизируй где угодно, а здесь изволь играть то, что требуется. Вот кино, понятное дело, стало, все уже знают об этом, стало искусством продюсеров. А театр, остался ли он искусством актера, который только и есть на сцене со зрителем? Или это тоже продюсеры? Или это художник, как часто бывает, мы говорили перед началом программы с Русланом? Или это режиссер? На самом деле это, знаете, это как мозаика. Это составляющая очень многих-многих-многих частей. И только тогда получается уже картинка полностью склеивается. Это работа и продюсера, это работа и режиссера, это и постановочные команды в целом. Это и цехов, которые трудятся над производством декораций, реквизитов, костюмов. То есть все-все-все абсолютно актеры, это уже тот инструмент, с помощью которого все-таки происходит разговор. А вот состоялся диалог между зрителем и сцены. Это уже можно только проверить, когда. Потому что, понимаете, вид спектакля, нельзя назвать, репетиция это происходит, нельзя назвать спектакль, когда нет зрителей. Вот только когда зритель приходит, тогда можно назвать, что это спектакль. Это уже театр. Вот тогда уже начинается взаимодействие. Вот мы репетируем, даже сдаем спектакль. У нас не получается без зрителя. Нет реакции, живой. А вы, господа режиссеры, по собственному опыту, вы выгоняете зрителей с репетицией, если таковой случайно зайдет? Или таковые? У каждого своя методика, конечно. У каждого своя, я понимаю, да. Да, потому что есть те, кто крайне не выносит, скажем так, до конечного продукта, пока не получится. Как бы кухню, чтобы не видели, конечно. Потому что у всех разная методика, абсолютно. А кто-то наоборот, сразу же смотрит и какие-то, да, оценки сразу же проверяет. У всех абсолютно, это все абсолютно по-разному. И говорить вот так однозначно, что нет категорически, вы там закрыли двери и никого не впускайте. Хотя такие тоже есть. И какие режиссеры имеются? Ну вот на вопрос художник, там, режиссер или актер, там, кто пребыл. Ну вот мне посчастливилось работать со старейшинами нашего театра, с Татьяной Ивановной Муреевой, Анной Ивановной Кузьминой, Марьей Ивановной Варламовой, все народные артистки. И мы вот вместе, сообща, в сотворчестве, лепили образ, ихний образ. То есть у них классическая школа, они учились у Веры Николаевны Пашенной в школе малого театра в Щепкинском. И у них очень огромная вот школа, большая школа. И мы как-то сообща, вместе создавали роль. То есть единомыслие, сотворчество получалось всегда. И до сих пор эта традиция в Саха-театре очень хорошо сохранилась. То есть режиссер и актер вместе сообща, вот... Взаимопонимание, да. Да, лепят образ. Очень рядышком вопрос, вытекающий из стихов Давида Самойлова, моего любимого, одного из любимых поэтов, финал. Но перекраивая на ново все театральные каноны, вдруг дать перед финалом занавес и пасть в объятия Дездемоны. Насколько близок эксперимент, вообще, и насколько далеко театральный эксперимент может заходить? Ой, к сожалению, порой часто очень далеко. А потом думаешь, поймет это зритель, да? Дело в том, что сейчас такая доктрина, что нужно изначально продумывать, чтобы зрителю было понятно. Тогда иначе для чего вы все это делаете? Да, безусловно. Понимаете, эксперименты, они, конечно, могут быть, да. Но сейчас ведь ни для кого не секрет, что театры вынуждены зарабатывать, да? Да. Так вот, а чтобы они зарабатывали, нужно, чтобы все-таки до зрителя дошло, как говорится, что ему хотели сказать, да? Чтобы вот этот катарсис, как сейчас модно говорить, да, он состоялся. Тогда есть ради чего? Тогда есть касса, тогда есть какое-то движение вперед и так далее, и так далее, и так далее. Составляющая, самое главное. Для кого? Для чего? Вот и все. А так, ну, давайте вот мы сейчас возьмем и что-то такое. И что-то эксперимент ради эксперимента, да? Да, это эксперимент ради эксперимента, это, ну, это вчерашний день. Нет, но все равно без эксперимента, без чего-то нового, я так не буду двигаться. Я согласен, то, что нужно двигать какие-то шаги делать, все, да, 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 это я согласен. Все равно двигаются люди. Приходит молодежь, она всегда хочет, они думают, что... Что считают экспериментом, на самом деле, вот еще здесь вопрос. Ну, да, просто каждый открывает для себя что-то новое. Кто-то уже открыл это, уже говорит, а, ну, это я уже прошел, а другие только открывают, и для них это может быть эксперимент. Это в очередной раз, да, когда вот проходит определенный период времени, все мы возвращаемся к старой, так называемой, к старой школе, да, то есть классической театральной школе, да, и вот эти все вот новинки, как правило, да, вот это наведение, какие-то навороты, да, они только могут усилить какой-то эффект, да, добавить там технологический что-то и все. Но, опять же, вы не забывайте то, что самым главным инструментом на сцене остается актер. Да, конечно. Вот это вот неоправедливо, посыдно его голос. Да, вот это именно искусство, именно она идет от актера, а не каких-то технологий. Агния Барто. Так. О детской постановке. Квартет называется. То нет мартышки, то козла куда-то тетю увезла, то Мишка Косолапый ушел на лыжах с папой, когда в товарищах согласия нет, не просчитать им и квартет. Я не спрашиваю, собственно говоря, это и так, в общем, как бы вопрос был бы там на поверхности, да, согласия, да, вот в актерском ансамбле. Нет, я о другом. Поскольку стишок детский, кто как из вас рано или поздно понял это свое предназначение театральное? Вот так спрошу. Руслан, давай начнешь. Ну, я на райрусном. Предопределенность когда была почувствована? Ну, я был со школьных лет к творчеству близок, да. Занимался музыкой, там, чтением стихотворений, концертами, но случайно попал я в театр. Я хотел сначала стать, там требовали в гимназии, там, обязательно надо быть экономистом или юристом, да. Ну, я хотел стать юристом, но вдруг одна моя вот учительница вот позвала и сказала, что вот ты очень творческий человек, лучше тебе идти, вот, в Щепкинское набирают, да. Хорошая учительница, спасибо вам большое. Иди туда и не ошибешься, сказала. Ну, я послушался и... Мало времени остается, Владислав. Ой, 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 я вообще-то уже никогда не мечтал быть актером. У меня случайно девчонки затащили в кукольный театр, а когда... Спасибо девчонкам. Да, спасибо девчонкам. Они, там, педагог, который, ну, говорит, ты петь умеешь? Я говорю, ну, могу, блин, там, в лесу родилась елочка. Он говорит, будешь Дедом Морозом. И все. И все. И с тех пор, вот, 14 лет, я каждый год Дед Морозом. Саша. У меня все прозаичнее и все прочнее, на самом деле. В свое время в Якутске не было каких-то развлечений. Был русский театр. Был саха театр. Ну, музыкальный театр был, саха театр был, да. Тогда еще в одном здании располагались. Но у нас было, как бы, вот, выбор небольшой. И мама меня водила в русский театр. И фактически весь детский репертуар, а потом чуть попозже и весь вечерний, знал абсолютно весь. Вот, собственно говоря, видать, вот это вот основное, то, что сыграло, да. А так, на самом деле, в школе и занимался, и в театральной студии, и в ДК, в нашем, да. Скворечник тогда назывался. Полтора минуты остается. Так, дальше. На импровизацию не готовились. Какую-нибудь театральную байку. О, почти. На минуту. На минуту, быстренько, байка, театральная. Собрались. История, я не знаю. Ой, слушайте, ну, очень много всего происходит на самом деле. И, как правило, вот сразу вот так вот раз, и готовым очень сложно быть. Самая простая театральная байка, я не знаю, выбегаешь на сцену, тебе нужно перейти, будьте тапки в ботинке, у тебя ботинки прибиты к стене, ты не можешь побежать никуда. Ну, может быть, это. Хотя это, на самом деле, злая шутка, но такая тоже случалась. Кому-то злая, кому-то нет. Да, ну, а то, что у нас периодически, когда идет спектакль, у кого-то юбилей, все, ну, шампанское, настоящее место газировки и так далее. Буду завершать потихонечку. Значит, историю эту слышал от Сева Абдулова, замечательного исполнителя Петюни из «Место встречи изменить нельзя», когда Грибов ему говорил на «Соло для часов сбоя», долго играющий старика идет в боковую кулису. Ну, и когда, значит, Сева его спросил, почему так долго и зачем, можно же разогнуться уже, никто не видит. Он говорит, дурак, ну, правда, другое слово сказал, у меня еще тень на сцене. Ну, да, да. Все правильно. Спасибо вам огромное, с праздником, с праздником, с праздником, с праздником, коллеги, дорогие друзья, всех с праздником, сегодня действительно наш праздник, и давайте его достойно отметим. Все, реклама. Второй блок нашей программы, нашего выпуска сегодняшнего, 29-30 марта этого года по инициативе Государственного собрания Илтумен состоится первый съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха-Якутия, в работе которого примут участие более 500 депутатов, наслеженных и районных советов, но уже даже со вчерашнего дня в столицу республики начали съезжаться делегаты этого съезда. Долго думал об эпиграфе, на самом деле, к этой части программы, но вот такое мне в голову пришло выражение известное Махатмы Ганди, найдите цель, а средства найдутся сами. Сейчас мы поговорим и о целях, и о средствах. Давайте начнем беседу, начнем разговор. Давайте, может быть, вот с делегатов начнем, я с вашего позволения, да? С чем приехали? С какими-то предложениями на съезд? С какими-то, может быть, даже не с предложениями, а может быть, с какими-то, знаете, с желанием что-то услышать новое, чему-то научиться. Потому что мы сейчас к этому перейдем, ведь уже идут мастер-классы, можно так, наверное, назвать даже, да? Да, семинары. Семинары, да. Ну, прошу вас, кто начнет? Так, ну, конечно, в первую очередь, я вот приехал как председатель Алаховского устного совета депутатов. В составе делегации у меня семь человек, пять делегатов это районный совет и двое это наслежные. В первую очередь, конечно, депутат сам должен понимать вот ту ответственность, которая на него возложена. И он должен это осознать вот именно на съезде. То есть, должен... А почему не раньше? Нет, ну, такие мероприятия, они как раз и подталкивают вот к этому. Так, ответственность депутатов принимается. Что-нибудь еще, может быть? Ну, я тоже считаю, что либо до того, как человек идет в депутаты, либо уже после того все равно нужно собирать депутатов, да, и действительно проводить с ними определенную работу, чтобы депутаты понимали свои полномочия, знали, на какие законы они должны опираться. Вот законы очень важны, да, безусловно, совершенно. Ну, и понимали то, что в первую очередь они должны быть помощниками администрации, а не идти в противовес, чтобы были общие цели и задачи, как у администрации, так и у депутатов. Ну, цель и согласен. Цель-то, в общем, общая, глобальная, сделать жизнь людей и вид своего района лучше. Кто же спорит с этой благой целью, собственно говоря? Пути, наверное, просто могут быть свои, просто скажем так. Нет, ну вот в том-то и дело, что пути решения этих проблем должны быть, наверное, ну, понятно, что спор без споров не рождается ничего, но все равно нужно приходить к единому какому-то решению, а не идти в противовес. Принимается. У нас есть видео, приготовленное нашими коллегами, собственно, из различных районов. Наши коллеги опрашивали жителей этих районов, что они знают о работе депутатов, знают ли они своих, собственно говоря, депутатов. Ну, давайте посмотрим две с небольшим минуточки. Знаю, что просто главный врач Нюрингринской больницы, Степанов Нюргун Петрович, как депутат, он очень прям остро ставил вопрос о том, чтобы медикам как-то квартиры выделили, для того, чтобы даже других специалистов, которых нам не хватает, могли бы пригласить к себе в город, ну, в район. Знаете ли вы районы депутатов? Ну, то, что они существуют, мы, конечно, знаем, но по именам нет. А что они вообще должны делать? И что они делают? Да, и что они делают? Ну, вот, наверное, поскольку вот такие вопросы возникают, наверное, получается, что, ну, лично я не скажу, что я ощущаю на себе их работу или не работу, в общем, совершенно я ничего не знаю. А вот, кстати, мне недавно по WhatsApp приходила рассылочка, ну, зарплаточку хотя 300 тысяч. Слышали? Я слышала. Ну, нет занятий, у нас город такой гадкий, такой весь неухоженный, а мы зарплату будем получать. Давайте нам такую же зарплату, мы выйдем, все вычистим. Я их знать не хочу, я погорелись, в девятый год хожу и ничего не могу добиться. Вы знаете районных депутатов? Нет. А почему? А нет никакой информации наглядной, и агитации нету. Ну, вот я за Харунова могу сказать, что немножко лучше убираются там дороги, чистится снег, вот это могу сказать. Вот, а за тех я как-то, я их не знаю. Пока мне ничем не помогли. Дороги у нас, как бы, как были плохие. Жилье, как у нас живут люди, например, в Москве, смотрим, всех, все подпрыгивают, потому что в Москве сносят пятиэтажки, хрущевки, портят их вид. А у нас люди живут с печкой до сих пор, без удобств, даже на улице. Нет, ну, работа ведется как таковая, я смотрю, в общем-то, и ходят глидера, и на дорогах стало получше. Вот было когда-то время, когда, в общем-то, такого обширного депутатского корпуса не было, было похуже. Сейчас, во всяком случае, получше, нет вот этих вот бугров, нет на воротах, во всяком случае, когда переходишь улицу, не падаешь, не ломаешь ноги, как-то вот с травматической стороны стало получше и полегче. Вот, Анатолий Анатольевич, и Василий Александрович, и вот тоже, и все собравшиеся, присутствующие депутаты, какие наиболее важные проблемы стоят перед депутатским корпусом муниципальных образований? Ну, конечно, вот по инициативе Государственного собрания Илтуман этот съезд организован, ну, уже где-то пятый месяц, организационный комитет еще с конца того года. Ну, конечно, мы вот реакцию людей, если увидели, услышали... Да, и действительно, конечно, как поднять роль и статус местного представительного органа? На самом деле мы еще с начала внедрения института местного самоуправления, как будто все вопросы, главный человек в любом, и в поселении, и в городе, и в районе, это глава. А на самом-то деле, если посмотреть, значит, законы, Конституцию, полную ответственность несут, прежде всего, на месте, это представительные органы. Они утверждают устав, они, значит, принимают бюджет, они принимают программу социально-экономического развития территории. Ну, и, конечно, все вопросы местного значения, они должны проходить именно через сессию депутатов. И должностные лица, и в поселении, и в городе должны быть подотчетны. Ну, в советское это время у нас очень хороший опыт был. Управляющий, директор школы и так далее, все отчитывались перед депутатским. Там своя вертикаль была. Да, вертикаль строгая. Ну, и, конечно, каждый депутат в своем округе, но я тоже депутатом районного совета был еще в 80-х годах, каждый квартал отчитывались депутаты. Была, значит, прямая, живая связь с населением. А вот люди-то говорят, что сейчас вот этой связи-то как раз нет. Они и рады были бы знать и сказать что-то более того, чего они знают. Ну, вот там два молодых человека, они говорили как раз, что... Нет, молодой человек с женщиной. Что мы не знаем, информации нет. Да. Поэтому, конечно, прежде всего этот съезд должен дать толчок вот этому активности депутатского корпуса на местах, на уровне поселений. Действительно, по всем направлениям работы. Есть, конечно, проблемы масштабные. Квалификация может быть одна из этих проблем? Квалификация депутатов. Да, конечно, мы депутатов до сего времени толком не обучали. Обучаем глав в основном, конечно. И мы впервые тут организованные хорошие семинары. Вот два дня 87 депутатов будут проходить. Ну и перед пренарным заседанием у нас круглые столы. Шесть круглых столов, один семинар. И там должны, значит, обсудаться вопросы. Ну и, конечно, у нас на уровне поселений очень низкое качество, значит, решений, которые выходят оттуда. В законодательном, народно-вотворческом отношении, конечно, большие проблемы существуют. Это вопрос оформления? Или что вы подразумеваете под низким качеством? Ну и вопрос оформления, но и в целом, конечно, образовательный уровень депутатов пока не соответствует, значит, тому статусу, который они должны выполнять. Но это, конечно, тоже не их вина, с одной стороны. Это в целом и на федеральном, и на региональном уровне, ну и на уровне, конечно, районов. То, что мы до поселений вот этот вопрос, как положено, не доводим и не занимаемся с ним. Ну мало, слабо занимаемся. Василий Александрович, съезд чем в этом направлении может помочь оказать поддержку? Задача съезда, если более широко. Сегодня мы говорим, местное самоуправление это народная власть. Сегодня мы выбираем депутатов, население выбирает депутатов. А именно депутаты представительного органа, депутаты, это именно это звено, которое соединяет властью население. Вот сегодня говорят, что мы не знаем своих депутатов. Потому что... Да, вы знаете, я вам более скажу, и депутатов своих в Государственной Думе не знают люди. Да, потому что сегодня вот эти депутаты, все народные избранные депутаты, должны ближе быть к населению. Они должны с населением работать. И чтобы привлечь, поддержать народные инститивы, с ними вот собирать все население, все вопросы, которые создают, даже уборка, благостройство, все эти вопросы обсуждать с населением. Больше быть с народом. Вот тогда население, решая вопросы, он будет знать, что это мой депутат. Это мои народные избранные. Он оставил мои интересы, и он будет участвовать как житель. Он должен участвовать в развитии сегодняшнего жизни, каждого муниципального образования. Понятно. Вот именно мы сегодня хотим поднять статус представительных органов и наших депутатов. Вообще это необходимо делать. Это абсолютно благая и необходимая цель. Вот прежде чем перейти уже и более поконкретнее чуть-чуть поговорить о программе съезда, затронуть ее, я хотел бы спросить вас. Вас, господа депутаты, да, господа и дама, как вы стали депутатами? Ну, как это произошло? Поделитесь с микрофоном. Ну, естественно, это, во-первых, народ нас выбирает как депутатов. Мы, помимо своих депутатских обязанностей... Ну, это по зову сердца помогать что-то делать? Да, да, действительно это так. По зову сердца это получается, да. Я нисколько, кстати говоря, не ерничаю сейчас. Это нормальная, мне кажется, вообще человеческая особенность. То, что дано человеку, да, сделать жизнь свою и, соответственно, и окружающих лучше. Итак, вы прошли выборы. Да, я прошла выборы, меня выбрали. Естественно, как депутат я, во-первых, очень, как бы, ну, затруднения были у меня. Это в отношении, как, ну, первое, допустим, заседание, да, у нас первое заседание было. И, конечно, проблема была в том, что вот в финансовом отношении, в юридическом отношении были некоторые вот эти проблемы были. Понятно. Поэтому очень хотелось бы... Вот сейчас. Да. Хотелось бы повысить квалификацию. Повысить квалификацию, да. У вас все так же? Ну, примерно так же и было. Депутат, ну, мое мнение, что это, в первую очередь, человек с активной жизненной позицией. Это человек, который взял на себя когда-то ответственность и решил представлять интересы таких же людей, жителей города, поселений, не важно. Для того, чтобы улучшить свою жизнь, жизнь друзей и знакомых, попытаться, по крайней мере, это сделать. Первые выборы, ну, у меня спиной двое уже выбор был в 2010 году, мне было всего-навсего 32 года, совсем молодой специалист, так скажем. Ко мне подошли друзья, у нас как раз была избирательная кампания, дополнительные выборы проходили в городе Нерингре. Я решил, что действительно мне это интересно, попробовал, победил. Затем уже на вторые выборы я осознанно делал шаг. Я понимал, что это за работа, что придется делать. Также на выборах получил вновь кредит доверия людей. Позже избрался председателем, избирался, так как был небольшой опыт. Дело в том, что в основном люди, идя на выборы и становясь депутатами, они в первую очередь хотят что-то изменить. Однако опыт все-таки должен быть жизненный, абсолютно любой. Работы в муниципальных, может быть, образования, может быть, опыт, полученный на производстве в основном. Ну, представлять интересы в первую очередь. Понятно. Сегодня и завтра в рамках съезда проводятся курсы повышения квалификации по программе «Внедрение проектного управления на муниципальном уровне для депутатов представительных органов муниципальных образований». С чем знакомят и чему, собственно, на этих курсах учат слушателей Анатолий Анатольевич или Василий Александрович? Ну, проектное управление – это в целом, конечно, новое и по Российской Федерации. И у нас. Ну, и в нашей республике именно под проектное управление у нас назначен премьер-министр, более-менее, значит, прошедший такую школу. Ну, и, конечно, сегодня и завтра вот 87 депутатов обучаются как раз казам этого проектного управления. Сам процесс планирования проектного управления, практическое его применение. Ну, и, конечно, для проектного управления нормотворческая база тоже нужна. Но этот вопрос мы еще в рамках парламента не рассматривали. Поэтому, конечно, это совершенно новое направление работы. Оно новое и для депутатов Ультумана? И для правительства, я думаю, только-только что-то начинается. Вы были сейчас на этих вот курсах? Да, после этого мы вообще-то. После этого вы приехали сюда на передачу. Что-то уже, вы можете сказать, что что-то это дает вам? Не, ну, безусловно, это дает опыт разработки программ. Мы начинаем понимать, да, кто должен быть инициатором, какие проблемы мы должны... Они обозначаются, собственно говоря. Обозначаются, да. И, ну, конечно, начинаешь у себя в голове откладывать то, что действительно в какой-то мере, может быть, не ложилось где-то, да. Не знали, с чего начать и чем закончить, будем так говорить. Вы, может быть, что-то новое для себя уже почерпнули? Я не участвовал. Вы сегодня нет? Нет. Ну, в первую очередь, хотелось бы сказать, что все-таки для депутата это действительно будет полезным обучением по той простой причине, что программное проектное управление вводится на всей территории России. Ну, и, конечно же, депутаты должны знать, каким образом проводятся эти проекты, что для этого необходимо, каковы сроки этих проектов, так как муниципалитеты в данный момент будут переходить абсолютно все на данное управление. И депутаты просто обязаны будут знать, что это такое. Василий Александрович, вот позвольте к вам теперь вопрос, да, в программе, еще в программе «На среду» значатся встречи делегаций улусов с министерствами и ведомствами, соответственно, Республики Саха и Якутия. Это по отдельному плану происходит. Что это за министерство, может быть, вы некоторые назовете хотя бы, и что планируется на этих встречах? У нас депутаты со всех муниципальных образований. Да. И они распределены, участвуют здесь, их принимают все министерства, ведомства и комитеты. Они по районам расписаны, и они ждут их. Они будут каждую группу, да, этот, который несколько районов, совмещенные есть, да, два района. И вот они будут с ними именно по вопросам, если жили, что коммунальное хозяйство будет говорить, там будут докладчики, да, министры, да, рассказывают, как они свои вопросы зададут. Ну, чисто вот по вопросам насущным, которые вот эти министерства, они будут провести диалог и свои постановочные вопросы будут решать. А депутаты сами выбирают, в какое министерство им пойти? Что больше наборяло? Нет, это мы по районам распределены, по желанию, да. Какой район хотел бы, каким министерствам сейчас? Вот какой район хотел бы, а у нас неизбежная совершенно реклама. Через две минуты вернемся. Мы вновь в студии и продолжаем разговор о первом съезде представителей депутатов муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Такой все-таки общий вопрос к организаторам, к Алтуме. Надо отдать должное, на самом деле, парламенту Республики, что проводит сейчас этот первый съезд. Потом я, кстати, знаю, там сам себя перебью. Очень много представителей ожидается из Государственной Думы, из Совета Федерации. Кто, если не секрет, кто приедет? Ну, приедут несколько человек до Совета Федерации, с Государственной Думы, и приглашены также эксперты. В чем? В чем эксперты? Эксперты именно по вопросам организации местного самоуправления на федеральном уровне. И, конечно, наш сенатор Александр Константинович Акимов приедет. Галина Иннокентиевна Данчикова. Но под вопросом, значит, приезд первого заместителя профильного комитета Государственной Думы Гусевой. Так же, ну, Василий Александрович, он лично занимался, он дополнит меня. У нас два депутата Государственной Думы будут участвовать, приедет. Она должна была приехать первый заместитель председателя по федеративному устройству и местным самоуправлениям. Вот она еще под вопросом. Также приедет Широков, тоже член комитета по местным самоуправлению Совета Федерации. И вот эксперты, которые знаменитые у нас эксперты, это Бабун Раальд Владимирович, который, он, его выступление, которое мы посмотрим, если встречаться будут с депутатами, он широко будет рассказывать, как развивается сегодня местное самоуправление. Какие глобальные вопросы стоят. Надо, чтобы это было еще людям понятно и донесено все это. Вот мне кажется, что, вот чтобы не было это какой-то кулуарности вот этого всего, да, мне кажется, что людям знать необходимо. Вот вы же заговорили, вот, перед рекламой, в части, которая была перед рекламой, о повышении статуса депутата, о том, насколько это важно. Как этого достичь? Как это будет выражаться или как? Как этого достичь вообще, да? А, достичь. Ну, достичь, конечно, тут ряд путей, наверное, одним путем. Ну, во-первых, конечно, надо обучать, поднять образовательный уровень депутатов всего, депутатского корпуса. Да. Конечно, тут и усиление, значит, взаимодействия с государственной властью. В принципе, финансовая основа местного самоуправления. У нас, конечно, полномочия переданы, но они финансируются не как хотелось бы, не в полной мере. Поэтому, конечно, вопросы есть. Ну, и, конечно, вот ныне депутаты поселенческого, да и районного уровня, они выполняют, значит, свои обязанности, как общественная работа. Они за это ничего не получают. Они просто патриоты, они лидеры своего народа, значит, народ их выдвинул, согласились, пошли работать. А на самом деле работа очень большая, конечно. Много внимания предстоит уделить. Ну, и плюс доведение до сограждан, да, наших. Да, доведение, вот, контакт хороший с согражданами для самоорганизации населения. Тоже вопрос того же благоустройства. И субботники надо где-то безвозмездные организовать. И волонтерские движения, значит. Депутаты по своему округу, конечно, они должны быть организаторами, зачинателями всего нового. Если я не ошибаюсь, на мониторе у нас на плазме собрания в городе Алдане. Продолжаем. Ну, и, конечно, активность населения, как его достичь? Конечно, депутат должен доходить до каждого. У нас и деградирующая часть населения есть, значит. Да. И проблемы с употреблением, значит, да, алкоголя, ну и безработицы. Ну, вот вы заговорили о... С одной стороны, вы упомянули финансы, с другой стороны, добровольный начало, добровольчество, собственно говоря, да, вот этой вот работы. Из-за этого ли возникает вот этот вот конфликт с 303-м ФЗ, если я не ошибаюсь, да, о необходимости сдавать декларацию о доходах? Потому что это же тоже проблема, но чё они молчат, на самом деле. Да, это тоже, конечно, это налагает дополнительную нагрузку на депутата определенную. А с дальнего поселения, чтобы заполнить эту декларацию, тоже проблемы, потому что счета и так далее, банк где-то в районном центре. Но закон есть закон при этом, да, и надо исполнять его. Да, заработная плата в районном центре. Ну, где-то порядка 423 депутата вот за прошлый год не сдали вот эти декларации. 423? Да, по республике. А корпус 5000-й примерно, да, у нас? Ну, около 5000, да, 4900 чем. 4890. Ну, 10 процентов, будем говорить, что там около 10 процентов, да. Манкировали этими обязанностями. Ну, и несовершенство, конечно, федерального законодательства. Есть такое? Есть, конечно. У нас регионы сейчас, значит, каждый регион по-разному видит вопросы местного самоуправления. В целом, организации местного самоуправления. Выборность. Вот у нас двухуровневая система местного управления. И прямые выборы у нас полностью. А прямые выборы по Российской Федерации остались только 9 регионов. А в остальных глава поселения или города избирается с состава депутатов. А сейчас мы с... Вот к этому обязательно, вот там вопрос у меня прозвучит. Будьте добры, я правильно услышал, у нас есть звонок, по-моему, да, в студии. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос нашим гостям. Здравствуйте. Здравствуйте. Сивчев Яков Семенович, депутат Наслежного совета на Яхнинского Наслега у Салданского Уша. По моему мнению и по мнению и других депутатов, наслежных депутатов, с которыми я общаюсь, этот честь проводится накануне очередных выборов. Осенью депутаты снимают полномочия, и эти же депутаты сейчас собираются на честь. Ихние решения, как будет работать, как будут их решения воплотить... Притворяться в жизнь, да. Спасибо большое, у нас очень... Время... Время... Да. У нас очень немного времени, но суть вопроса понятна. Как эти решения будут... Ну, это то, о чем мы говорили. Будут воплощаться в жизнь, и что, и накануне выборов. Ну, и что, что накануне выборов. Ну, конечно, мы постарались подготовить очень хорошую резолюцию. Да. Резолюцию. И, конечно, там учтены в основном те проблемы, вопросы, которые имеются. Имеются, да. Но эти съезды у нас в дальнейшем должны быть регулярными. А как планируется? Ежегодно, ежегодно? Да, через три года, примерно. Через три года. Да, через три года. По поводу ввода в вопрос. Да, вот они говорят, вот депутаты сегодняшние, они не будут избран, придут другие. А самую роль и сегодняшний наш съезд, он именно поднимает статус депутата. Они сегодня должны, чтобы участие населения. Вот сегодня мы, говоря о статусе, роли депутата, мы уже ставим вопрос перед населением. Он выбирать, сегодня будут новых депутатов. Сегодняшние все решения, которые эти депутаты будут вооружены, они даже должны понять, что они избраны народом. И сегодня эта самая основная задача, это участие населения в нашей сегодняшней жизни. Он должен быть хозяином муниципального образования. Анатолий Анатольевич, вы упомянули о том, что есть проблема, я просто переспрошу еще раз, и у вас по всех переспрошу. Есть ли действительно проблема в финансировании? Вот вы просто сказали об этом, да, прямым текстом. Ну, есть ли она таковая? Безусловно, конечно, есть. Недостаточность финансирования местного бюджета. На какие-то необходимые нужды, на что? Ну, даже на развитие там улучшенных селевых программ, да, даже на это финансирование нет. Бюджет, он дотационный, собственные доходы это мизер, так что финансирования, конечно, недостаточно. Ну, собственные доходы, наверное, не везде мизер, я так думаю. Все-таки есть... Я, да, свое муниципальное образование представляю, да, и говорю именно об этом. Ну, в общем, да, насколько я понимаю, это совершенно острый вопрос, там, где, особенно для сельских, наверное, поселения, где уровень доходов ниже 15% своих собственных. Сельские, северные. Северные, опять же, да. Опять же, Анатолий Анатольевич, вы упомянули, по-моему, да, о... Будет ли обсуждаться такой вопрос, выборность глав? Ну, этот вопрос, наверное, будет все равно подниматься, потому что практически в плоскости, если посмотреть, конечно, есть проблемы. Например, глава района, глава районного центра. Не всегда они находят общий язык, а страдает население. Да. Но, конечно, в других регионах решают по-разному. По-разному. Да, по-разному. И по конкурсное назначение есть, и, значит, выборы из числа избранных депутатов, чтобы он был подотчетен и по округу, и перед депутатами, и так далее. Ну, разные варианты в Российской Федерации. А если очень кратко, да, нет, вопрос укрепления муниципальных образований стоит на повестке? В нашей республике, наверное, нет. Все-таки огромная территория, и так наши районы, ну, возьмем Оленекский район. Уже не возьмем, уже в другой раз. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Считаю важным». Вам всем желаю плодотворнейшей работы. А вам, дорогие зрители, уверенности в завтрашнем дне. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова